Да пребудет с вами Сила на канале МастерCSS, на связи Серега и мы продолжаем химичить со стилями. В этом занятии мы будем знакомиться с синтаксисом CSS, поэтому сейчас давайте сразу откроем файл style.css и прежде чем мы начнем изучать синтаксис, давайте я вам покажу, как надо заводить комментарии в стилях. Комментирование кода, смотрите, это когда мы прописываем специальные символы, например в CSS это //, и все что находится между этими символами, мы можем писать здесь все что угодно, хоть маты, хоть стихи в коде прямо прописывать, браузер просто не будет обращать на это внимание. Давайте мы напишем это комментарий или mine comments, вот так вот, отлично. Комментарий мы научились создавать, видите в редакторе подчеркивает сереньким и сразу хочу показать маленькую фишку. Если вы нажмете Ctrl и клавишу //, то у вас получится вот сразу такой комментарий, то есть не надо все вручную набирать, а просто Ctrl // и сразу появляется коммент. Так, здесь давайте мы напишем синтаксис, синтаксис, отлично, mine comments это нафиг удалю, в принципе он нам тут не нужен, спускаемся пониже, чтобы у нас тут было место, и теперь давайте я вам расскажу чуть-чуть про синтаксис. Итак, будем отталкиваться вот от этого выражения, давайте мы его, так скажем, переведем на русский язык. Итак, первое, пишем здесь внимательно, селектор, давайте сразу мы запустим живой просмотр. Итак, весь CSS он состоит из селекторов, селектор это как у ракеты система наведения, то есть мы просто указываем браузеру, какой элемент сайта мы будем стилизовать, то есть какому элементу сайта применять наши стили. Например, здесь у нас селектор тегов, он показывает, что к тегу body надо применить следующее свойство, сделать цвет шрифта на нем 353535. Селекторов бывает множество видов, и мы их будем все потихонечку рассматривать, но давайте сначала разберем общий синтаксис. Итак, сначала мы задаем селектор, затем мы ставим фигурную кавычку, сразу же мы ее и закрываем, и уже внутри фигурных кавычек мы пишем свойство, которое отвечает за что-то там. Итак, пишем свойство, и когда мы указали название нашего свойства, мы ставим двоеточие, и уже пишем значение этого свойства, значение, и заканчиваем свойство точкой запятой. То есть, если мы сейчас посмотрим вот на эту фразу, то здесь видите селектор, это наши фигурные кавычки, которые содержат свойства и его значения, то есть свойства цвет и само значение цвета в 16-ричной системе. Давайте здесь напишем свойство font, двоеточие, напишем, чтобы текст был нормальный, normal, либо можно заменить на 400, затем пишем 1em, это размер нашего шрифта, дальше указываем rel, это мы указываем шрифт, который хотим применить, запятая, tahoma, запятая, и давайте напишем еще sans-шрифт, то есть шрифт без засечек. Ну, позже я вам буду объяснять, что это все значит, но сейчас давайте разберемся дальше. В каждом селекторе у нас может быть не одно свойство, а их может быть сколько угодно много. Ну, то есть, давайте в теперешнем примере мы разберем. Вот это получается уже свойство номер 2. И смотрите, точно так же, как в селекторе может быть несколько свойств, точно так же в свойстве может быть несколько значений. Вот значение одно, значение давайте мы скопируем. Так, вставим, вставим 2, 3, ну и давайте так напишем троеточие. То есть значение может быть и одно, и два, и три, и больше. И смотрите, один очень важный момент, что все значения, которые идут в свойстве, они разделяются пробелами, видите, да? То есть, если мы рассматриваем вот это свойство, обратите внимание, фонд, то здесь у нас вот идет первое значение, вот второе, и обратите внимание, вот идет большое третье значение, где мы перечисляем шрифты. Почему это одно значение, а не целых три? Потому что оно разделено не пробелами, а запятыми. То есть, фактически, мы можем написать вот так, просто пишем код для того, чтобы он был больше понятен, ну, человекопонятный код. Получается у нас одно значение, второе значение, и вот третье значение, и они все разделены пробелами. Ну и, соответственно, селекторов тоже может быть много. Давайте мы, например, здесь напишем тег h2, напишем уроки для начинающих. А здесь давайте мы заведем абзац с текстом рыбой, например, lorem.ru, ну и там слов 50 пускай будет. Итак, ребята, теперь смотрите, мы можем завести сейчас селектор под номером 2. Давайте, например, селектор тега для h1 заведем, вот так вот, и уже в нем мы напишем следующее. Давайте цвет сделаем красный, например, или, наоборот, беленький, решетка fff, точка запятой. И сразу же, видимо, он у нас пропал, напишем текст shadow, давайте. То есть, сделаем цвет, видимо, за счет теней. Текст shadow, и тут напишем 1 пиксель, 1 пиксель, 5 пикселей, решетка 999. И у нас получается вот такой цвет. Давайте 5, 5, 5, давайте, а, а, а. То есть, еле-еле заметно. Ну, потом мы это все будем исправлять, но, в общем, как вы понимаете, селекторов у нас тоже может быть целая куча. И вот именно из таких селекторов и их свойств и значений состоит весь CSS, который мы будем с вами дальше изучать.